Financial Times отметила успешные действия генерала Суравикина, которые снизили шансы украинских войск на успешное наступление. Также газета сформулировала пять уроков, которые получил мир после начала конфликта на Украине, о чем пишет британское издание и о чем оно умолчало. Financial Times сформулировала пять уроков, которые получил мир после начала конфликта на Украине. Среди них о положительной оценке действий генерала Суравикина и необходимость продолжать поставки оружия Киеву. В статье собраны мнения западных военных аналитиков и политологов. Один из ключевых выводов заключается в том, что страны поняли, как важно располагать промышленными мощностями и огромными запасами оружия для поддержания интенсивных боевых действий. Второе. Боеспособность Украины в конфликте с Россией поддерживается поставками западных вооружений. И ключевой вопрос следующего года в том, будут ли западные союзники поставлять Киеву оружие дальше и в каком количестве. Третий урок для Москвы заключается в том, что качество важнее количества. Хорошая логистика и большое количество войск и техники, цитата, «ничего не стоит, если разведка и руководство не работают должным образом». Пытаясь усвоить этот урок, в октябре власти назначили генерала Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск на Украине. Ветеран боевых действий в Сирии, цитирую, «вероятно, самый компетентный командир, которого Россия могла поставить на эту должность». Четвертый урок. Важности гражданского общества в поддержке военных действий. Пятый и, возможно, самый важный урок заключается в том, что она ведется на нескольких фронтах, а не только с помощью оружия, но и на энергетическом и газовом рынках. Даже если обе стороны, измученные боевыми действиями, согласятся на прекращение огня в следующем году, конфликт еще может продолжаться с помощью этих других средств. В ВВД статьи те вопросы, которые авторы обошли стороной, комментирует политолог Георгий Бофт. Основные вопросы, которые сейчас Запад пытается понять и обсудить, это первый вопрос. Долго продлятся военные действия на Украине. Основной вопрос это, кто первым перейдет на наступление зимой или весной. Большинство экспертов западных военных сходится на том, что Россия готовит некое мощное наступление весной, которое может поставить точку в этом конфликте или, по крайней мере, точку с битой. Что касается возможностей украинской армии, то единодушное мнение заключается в том, что она критически зависит от поставок западных вооружений. Пока тут нет окончательного решения, сколько же надо для того, чтобы не только сдерживать российскую армию, но и добиться каких-то решающих успехов. Вопрос о том, нужны ли западным союзникам Украины решающие успехи в СССР в победе на России, поскольку никто не ставит вопрос, а как будет выглядеть мир в этом случае. И не будет ли он настолько ужасным, что, может быть, лучше его не достигать. Рано или поздно этот вопрос придется обсуждать. Рано или поздно придется обсуждать вопрос о том, какая будет конфигурация новой системы мировой безопасности, прежде всего европейской безопасности. И в той или иной степени, возможно, придется вернуться к тем позициям, как это не парадоксально, которые обозначал еще МИД своими ультиматами ровно год назад. Объемы помощи, которые направляются Украине, судя по всему, сохранятся либо на нынешнем уровне, либо даже будут увеличены. Вопреки довольно распространенному у нас мнению о том, что, дескать, запад исчерпал свои возможности, мне кажется, стоит преждевременно так ставить вопрос. И совершенно исчезла постановка вопроса о переговорах. Хотя после визита Зеленского в Вашингтон промелькнула мысль о том, что к весне Зеленский подготовит некий милный план. Мне кажется, что это выдает просто желаемое за действительный во-первых. Зеленский считает, что он выдвинул мирный план. Из десяти пунктов основа этого плана заключается в том, что Россия должна увезти все свои войска, в том числе из Крыма. О том, что Крым должен быть возвращен как прелюдия предварительного условия к переговорам. И пока нет никаких признаков, что в весне появится некий такой план, который будет более реалистичным, если исходить из текущей ситуации на поле боя. Ну и, кроме того, конечно, в пропагандистских целях звучат всякие скептические реклики в адрес российской армии, что Девский Сан не так воюет, не может добиться успехов и так далее. Тем не менее, вот эта тональность тоже в последнее время пригасла. И пригасла она, прежде всего, после назначения генерала Суровикина, командующим объединенной группировкой. Как правило, в его адрес, ну если можно говорить о том, как можно оценивать вообще противника, звучат достаточно уважительные. Отзывы от генерала Армагеддона, как его называли вначале, постепенно перешли к танкам о том, чего он достиг на поле боя, чего он не достиг на поле боя и чего он может достигнуть на поле боя. В середине декабря глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал зимнее наступление украинской армии. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Newsweek. А, по словам министра ВСУ, они планируют останавливаться. У Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень. На следующий день в интервью уже британская Guardian Резников отметил, что ожидает масштабного наступления российского не позднее февраля.